День Победы. Для нас эта дата, в принципе, ничего особо не хочу. Абсолютно. Все, нелегалом не быть в Стамбуле, как минимум. Сила собака со всеми бывает, и мужчина скончался. О твоем времени вообще не заботится. Ну, то есть, типа, ну подождешь. Не пускают в купальниках, в шорты с голым торсом. Друзья, всем доброго дня! Вы на канале Лига Реал Эстейт, и это, друзья, наверняка неспроста, потому что наверняка вы задумываетесь о недвижимости в Турции и на Северном Кипре. И вы в правильном месте, поэтому давайте-ка продолжать смотреть нас так активно. Значит, у нас еженедельный выпуск, посвященный новостям, все, что проходило, все, что было, ну и, как говорится, возможно, что будет. В общем, поговорим, обсудим и сделаем это, как говорится, легко и очень-очень-очень даже, возможно, с юмором. Я в студии сейчас не один. Мария, здоровайтесь и начинайте. Добрый день, дорогие друзья! Наступает последняя неделя календарного лета 2023 года. Денис наверняка подтвердит, что для нас эта дата, в принципе, ничего особо не хочет. Абсолютно. Я думаю, что он даже закончится наше лето где-нибудь в ноябре. У нас не начинается школа с 1 сентября, у нас не заканчивается прекрасная погода и морской сезон, поэтому, в принципе, лето в Турции и конкретно в Алании будет продолжаться. Но, тем не менее, будет несколько очень интересных событий. 30 августа в Турции официальный выходной день и официальный государственный праздник, который называется День Победы. Да-да, именно так в Турции День Победы отмечается 30 августа. И, собственно, в честь чего был учрежден этот праздник? В честь победы, решающей битвы при Думлупинаре в греко-турецкой войне. Но в этом году в честь этого праздника и, собственно, просто приуроченной к дате 30 августа начинается одно очень важное мероприятие, которое в Турции будет проходить впервые. Это мероприятие называется Технофест и пройдет с 30 августа по 3 сентября. Что же это такое? Это крупнейший в мире фестиваль авиации, космонавтики и современных технологий. Именно поэтому он называется Технофест. Пройдет он в Анкаре, и Турция очень долго к нему готовилась. О чем говорится? Разумеется, министр промышленности и технологии уделяет огромное значение этому мероприятию, потому что будут привлечены люди со всего мира, и как, собственно, участники, так и зрители, и гости. О чем говорится? Это очень важное мероприятие для развития страны и в том числе для развития молодежи, потому что одна из основных задач на этот именно Технофест – привлечь молодежь, которая, собственно, является будущим страны. Ну и сейчас был 41 технологический конкурс, организованный в рамках этого мероприятия, и 1 миллион молодежи принял участие вот в этих разных разработках. Ну, давай, коли мы начали такие масштабные новости, я продолжу. Я думаю, что эта новость уже давно висит, как говорится, в воздухе. И, в общем, друзья, президент Турции Эрдоган и президент России Путин вроде как встретятся в сентябре 4-го в Сочи, потому что об этой теме очень много муссируется, много разговоров, и, соответственно, предполагалось о том, что он приедет в начале августа, уже Путин сюда, потом вроде как перенесли на конец августа. Ну, в общем, пока вот тоже все-все-все достаточно зябкое, но в любом случае есть предположение о том, что 4-го сентября в Сочи состоится и встреча. Новость тоже, которая прогремела буквально-таки вчера, конечно, Центральный банк Турции поднял ключевую ставку, напоминаю, она была ранее 17,5%, и поднял даже до 25%. Хотя эксперты предполагали, что это произойдет в 20%, но вот Центральный банк поднял до 25%. Слушай, ну, ожидаемо, во-первых, потому что рост валюты наблюдался просто колоссально, и очень многих это вводило в ступор, в состояние стресса. Нужно было принимать какие-то кардинальные действия. В этой ситуации, наверное, единственное действие, которое могло быть предпринято, это просто... Ну да, 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 да. Ну и опять же сыграло это все на руку, действительно прекратился рост валюты, да, и вот на данный момент доллар торгует, собственно говоря, на отметке 26, а раньше было там почти 27. Ну, то есть все равно откатился и евро так. Ну и давай еще раз новость, как говорится. У меня сегодня много стамбульских новостей, давай начнем около этого, собственно говоря. Значит, Турция полностью закрыла пролив Дарданелла. В связи с большим количеством огромного пожара, который, собственно говоря, повлиял на все. Значит, пролив Дарданелла закрыт для движения судов в обе стороны. Из-за крупного лесного пожара, бушующего в провинции Чанакалы, на северо-западе Турции. Ну и, соответственно, пока вот и движение по шоссе тоже было закрыто между городами. В общем, в Тушении принимало участие 8 самолетов, 26 вертолетов и около 180 единиц наземной техники. У меня есть новость также касается президента Турции и некоторых важных решений, которые были предприняты. Всю Турцию на прошлой неделе облетела история про мужчину, которого покусала бездомная собака. И было бы ничего, вроде бы, да, покусила собака, совсем бывает, но собака оказалась бешеной, и мужчина скончался. Да ты что? Случай принял такую огласку очень масштабную, соответственно, все СМИ об этом говорили, в соцсетях был огромный отклик. И президент Турции, разумеется, не мог остаться в стороне. В связи с увеличением случая вот такого нападения, он сказал, что правительство намерено очень активно решать эту проблему, и каким образом она будет решаться, как и в Европе, уличных собак с улицы будут забирать в приемники муниципалитета. В Алане есть такие приемники, вот в Беледие. Могу сказать, к сожалению, конечно, мы там были, и это зрелище... Почему к сожалению? Потому что это зрелище очень и очень плачевное. Это не такие питомники и приемники, где за собаками следят, где к ним хорошо относятся. Это такие приемники, где они доживают. То есть они закрыты в таком ограниченном пространстве, им просто кидают еду, иногда каждый день, иногда не каждый день. Попасть туда практически невозможно, нам это только один раз удалось. И это, конечно, просто мера такая, чтобы эти животные не бегали по улице, а были в каком-то определенном месте и доживали свои дни. Поэтому многие защитники животных, и даже в Алане, рассказывают о том, что не нужно забирать этих животных в питомники, нужно как-то находить им семьи, раздавать их по домам. Конечно, это непосильная задача, потому что их огромное количество. Но, тем не менее, пока планируется, что, как и в Европе, таких собак судится, будут забирать питомники, и они там тут все находятся. Так, новостей у меня еще из Стамбула много. Значит, давайте, поехали. Новость громкая и очень даже такая напрягающая. Значит, в Стамбуле с громким названием выступил телеканал НТВ. Здесь тоже существует такой же канал. Значит, в Стамбуле городские запасы воды осталось всего лишь на два месяца. Вот так. Значит, запас воды, который снабжает Стамбул водохранилищ, осталось всего лишь на два месяца. Ну и, соответственно, в случае продолжения засухи это будет вообще критично, на самом деле, сообщает телеканал. В Управлении водных ресурсов и канализации Стамбула заявили, что степень заполнения водохранилищ сейчас составляет 33,3%. Что, собственно говоря, если в кубометрах измерять, то это 289. Значит, отмечается, что в августе прошлого года, например, это было 62%. В общем, да, очень прям самый минимум. И при этом, если говорят о том, что в ближайшие, не знаю, там несколько недель не пойдет дождь, то вообще станет очень-очень тяжело. А прогнозы как раз-таки говорят о том, что дождей в ближайшие 10 дней не будет, и температура стоит порядка 30-32 градусов. Так, следующая новость, она больше касаемо нашей сферы деятельности, так сказать. В Стамбуле годовой рост арендной платы составил 110%. В общем, за год повысилась вот так арендная плата. Отмечается, что средняя стоимость аренды дома площадью примерно 100 квадратных метров в Стамбуле выросла до 16 тысяч лир. Ну и, соответственно, найти доступное жилье в Стамбуле становится все труднее и труднее, говорят. Особенно тем слоям населения, которые являются, ну, таким с низким или средним уровнем достатка. Я читала еще новость, такую она тоже облетела все соцсети, о том, что в Стамбуле очень активно, если раньше сдавали не просто квартиры, а комнаты отдельные, да, то есть ты сдаешь с квартиры, допустим, в одну комнату, и там у тебя живут какие-то соседи, то теперь сдают кровать. Реально кровать? Кровать-место? Да, то есть кровать-место, как, по сути, в хостеле, да, ты арендуешь эту кровать, приходишь туда спать, и при этом с тобой еще в комнате может жить несколько человек. Значит, еще последняя новость из Стамбула. Значит, в Стамбуле за месяц выявили и депортировали 21 тысячу иностранцев нелегалов. Эта новость достаточно такая давноиграющая, да, потому что это все давно началось, уже несколько месяцев, как только появился новый министр внутренних дел, соответственно, он сказал, все, нелегалом не быть в Стамбуле, как минимум, ну и в стране в том числе. Но это не совсем, чтобы вы понимали, дорогие друзья, про русскоязычных, да, каких-то... Это про всех, да, абсолютно. Я имею в виду, это про всех, и огромное количество, и большей частью уверена, это сирийские все-таки. Я тебе даже больше скажу о том, что общее количество мигрантов, которые существуют, мы тоже в том числе являемся мигрантами, ну, защищенными, так сказать, их 290, ну, чтобы вы понимали соотношение цифр. Отмечается, что в Турции временную защиту получили беженцы из Сирии в количестве 3,3 миллиона человек. Поэтому, ну, понимаете, о том, что 21 тысяча, это, естественно, не идет, не речь про наши СНГ, так сказать, да, странные. Это все-таки больше, конечно, беженцы из Востока. Новость еще есть, тоже связанная непосредственно с недвижимостью, так сказать. Она общая, я думаю, что на самом деле очень даже неплохая. Значит, в Турции обязательное страхование от катастроф, именно от катастроф. Если раньше было обязательное страхование от землетрясений исключительно, то сейчас решили объединить, собственно говоря, вступить в силу в начале 2024 года. Значит, долго думали, долго решали, объединять, не объединять, ну, и, соответственно, решили все-таки сделать общий вот этот вот обязательное страхование. Именно что это значит? Это значит и землетрясение, соответственно, и наводнение, потому что и наводнение в этом году тоже... То есть, прокопки ДАСК больше не будут? Ну, она, она сейчас будет называться ЗАС. То есть, ну, она будет как-то реформирована? Да, она будет реформирована, она, как говорится, приобретет новый вид, соответственно, не только от стихийной под названием землетрясения, но еще и, ну, она больше такая будет от катастроф называться, соответственно, туда будет входить несколько, в том числе, самое главное, землетрясение, которое действительно очень потрясли в этом году Турцию, ну и наводнение, собственно говоря. Вот так. Хорошая новость, нужная. У меня есть новость по поводу Алании, а именно по поводу автобусов. Мы вам несколько недель подряд рассказываем о том, что активно проверяют таксистов, активно проверяют разные предприятия, будь то кафе, магазины, а сейчас добрались до автобусов и до общественного транспорта, потому что очень многие туристы стали жаловаться. Не пускают с животными, ну, это правда так, не пускают. Абсолютно точно могу подтвердить, что если у тебя нет переноски, вообще даже не вздумайте залазить, потому что там еще и получите много негатива. Не пускают с едой, напитками, даже с мороженым, нет. Не пускают в купальниках, в шортах с голым торсом. Ну и разумеется, очень многие начинают скандалить, спорить, и тут уже нужно выяснять, кто прав, кто виноват, водители или все-таки пассажиры. Так вот, с чем связаны такие проверки? Именно с жалобами как местных жителей, так и туристов. Они говорят, что водители позволяют себе какую-то бранную речь, повышенный тон и все остальное, поэтому сейчас очень сильно именно за общественным транспортом. На самом деле, я пользуюсь общественным транспортом, здесь активно, и могу больше сказать о том, что водители на самом деле здесь, я не знаю, это, наверное, возможно, менталитет или еще что-либо, но абсолютно спокойно могут проехать остановку, абсолютно спокойно могут остановиться там, где хотят, и выйти, там, не знаю, поменять деньги, или взять чайку, в конце концов, дорожку, ну, что-то, что долго едем. И, на самом деле, это немного заправиться, могут абсолютно спокойно заехать вместе с полным, ну, там, или частично заполненным автобусом. На самом деле, считаю, что это не очень правильно, и особенно, ну, меня больше, на самом деле, именно вот раздражает о том, что, ну, о твоем времени вообще не забудется. Ну, то есть, типа, ну, подождешь. Дорогие друзья, мы вам говорили о том, что у нас с окончанием календарного лета не начинается школа в Турции, потому что школа в этом году в Турции начинается 11 сентября. И по Алании у меня есть очень интересная статистика. В школу Алании пойдет 63 тысячи учеников. Ничего себе! Это только в Алании? Да, только в Алании. Самое интересное, что с 4 сентября в Алании начнутся подготовительные курсы, так скажем, а наукул, это подготовка к школе, и 5304 ребенка, то есть будущих первоклассников, пойдут на такие занятия. Ну, и, соответственно, вот эти 63 тысячи учеников вернутся в школы именно к 11 сентября. У меня тоже новости связаны непосредственно, так сказать, с начала учебного года. Значит, университет, я думаю, что многие знают о том, что существует университет в Алании, Аладин Кейкубат называется, собственно говоря, и, как говорят данные, что он заполнен, как говорится, под завязку полностью. Значит, после объявления результатов единого, так сказать, государственного экзамена 23-го года, собственно говоря, университет был заполнен на 98,72%, а 6 факультетов, ну и понятно, что их существует больше, заполнено вообще на 100%. Значит, эти факультеты медицинский, стоматологический, факультет педагогический, факультет туризма, факультет авиационных и космических наук, собственно, и факультет школы искусства, дизайна и архитектуры. В общем, все, как говорится, под завязочку. Ну, давай еще, у меня есть несколько новостей про наш, так сказать, Аланию. Значит, муниципалитет Алании, ну, такая новость очень важная, обновляет контейнеры для мусора, мусорные баки и все-все прочее. В общем, аж 2150 новых мусорных контейнеров устанавливают во всех районах взамен старых. Будет красивенько и вот красивенько. У нас еще не установили. Не установили? Ну, вот, значит, скоро будет это. То есть, этот процесс не быстрый. Так, есть у меня новость. У тебя все? Да. У меня есть новость, но она тоже такая очень интересная. То есть, мы ее долго обсуждали за кадром, сейчас с вами поговорим. Значит, в Алании сады авокадо будут охранять командос. Мы их назвали авокомандос. Собственно, ну, если вдруг кто-то не знает, что это командос, это специальное некое подразделение жандармерии. Это некая спецназ, ну, прям военизированная, собственно говоря, охрана. Которая решает особо важные задачи. Значит, я тебе скажу сейчас серьезно, что это очень важная задача. На самом деле, если вдруг кто-то не знает о том, что на самом деле в Алании существует промышленное производство авокадо. То есть, их очень много, сады огромные. То есть, это не садик из четырех кустов, да, или там из десяти. Это огромные, большие плантации, которые, собственно говоря, ничем, как правило, не огорождены и являются, ну, так сказать, легкой добычей для не совсем порядочных граждан. Значит, на Совете, там сельскохозяйственная какая-то всякая, вот, собиралось огромное количество людей, ну, и по сельскому хозяйству. Ну, и фермеры прямо бьют в колокола во все тревоги о том, что просят муниципалитет Алании дать какую-то защиту, дать какую-нибудь, не знаю, установить камеру видеонаблюдения, установить заборы, там, не знаю, все-все прочее. И даже несколько фермеров выступили за то, чтобы прям сильно попросить вот дать какую-то военизированную охрану. Потому что это даже не касаемо нас, каких-то, там, не знаю, туристов-иностранцев, да, которые приезжают и по одной авокадинке срывают, ой, смотрите, какая классная. Это, на самом деле, на это даже не особо реагирует. Туда приезжают с соседних районов, и прямо на машинах, вот, ящиками вывозят огромное количество, собственно говоря, этих овощекультур этой. Поэтому решение было принято о том, что в какое-то ближайшее время будут приставлены в очень, самые, так сказать, оббираемые районы, это Димирташ и Коноклы, будут прям приставлены группа спецназа, вот под названием вот Командос, который будет охранять, разрисуется авокадо и повеснут на дереве. Ну, это интересно, посмотрите, как выглядит... Аббакамандос? Да. Дорогие друзья, с вами была компания Лига Реал Эстейт, Мария, Денис, и на следующей неделе мы вернемся к вам с новым выпуском свежих, актуальных и полезных новостей. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Вообще, подписывайтесь под нас, ставьте лайк и говорите о том, что какие мы молодцы и как мы хорошо для вас это делаем. Потому что у нас огромное количество выпусков, посвященных и профессиональным темам, и арендам, и с квартирам, и всем-всем-всем-всем прочему. Поэтому у нас много интересного. Ну, а вам только лишь хорошего всего на новой неделе. Пока. Специальное предложение от компании Лига Реал Эстейт. Новая квартира в районе Каргаджак по специальной цене. Квартира планировкой 2 плюс 1 и площадью 100 квадратных метров, которая продается уже с мебелью и бытовой техникой, а также прямым видом на Средиземное море и весь район Каргаджак, а также Мухмутлар. Успейте купить эту квартиру, пока действует наша акция. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...